У нас в студии Ирина Когут, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Кирилл Дмитриевна, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня говорим про детей. Вообще осмотр, офтальмологическое обследование ребёнка отличается от того, как обследуют взрослых? Ну, только тем, что с детьми довольно-таки сложно работать, потому что некоторые дети до определённого возраста не говорят. У них немножечко другая специфика глазного яблока, немножко плохо расширяется зрачок. Но потом дети, они есть дети, и в основном офтальмолог работают не только с ребёнком, но и с родителями. То есть 90% успеха работы офтальмолога – это правильно думающие, в правильном направлении и всё выполняющие родители. Ну вот, Ирина Дмитриевна, насколько я знаю, что офтальмолог ещё очень важный специалист, когда женщина ещё беременна, когда она ещё ждёт малыша. Но мы эту тему сейчас касаться не будем, потому что это прям отдельный разговор. А когда важен первый осмотр ребёнка, когда вот он родился? И вот когда офтальмолог... Ну, считается, что и вообще ребёнок осматривается в роддоме. Такой скрининговый осмотр, который исключает врождённую патологию. И уже дальнейшая направленность, как часто и как быстро осматривать ребёнка. Если ребёночек недоношенный, ему уделяется больше внимания, потому что это могут быть близорукие дети, это могут быть дети с рождённой близорукостью, это могут быть дети с рождённой катарактой, это могут быть дети с ретинопатии. Поэтому в роддоме очень хорошо ребёночек осматривается. Потом рекомендуют ребёнка посмотреть в месяц. И офтальмолог уже ориентировочно смотрит. Так же, как и в роддоме проходящие среды, ориентирует мамочку, как дальше смотреть ребёнка. Потом ребёнок осматривается в полгода. К полугодам уже понятно, как стоят глаза, потому что где-то с полугода ребёнок на расстоянии 3 метров немножко слабо, но видит. И когда ребёнок осматривается только в присутствии мамы, мама должна держать ребёночка на руках, и врач-офтальмолог может оценить позицию глаз, есть ли какая-то тенденция к косоглазию, как стоят глазки, как ребёнок двигает глазами, полный ли объём движения, ширину глазной щели, проходящие среды. То есть это уже более углублённый осмотр. Потом ребёночек осматривается в год. Ребёночек осматривается к детскому саду в 3 года, и ребёнок осматривается перед школой. Вот когда вас осматривает офтальмолог в год, он уже вас может сориентировать, вы вообще к какой группе относитесь риска. И нужно ли вам уже сейчас... То есть очки сейчас одеваются очень раннего возраста. Ну, практически с рождения одевают очки, потому что оптика такова, что она мягкая. Она нетравмирующая. И не нужно этого бояться. И не нужно этого бояться. Да если офтальмолог назначает очки, нужно просто... Для того, чтобы у ребёнка не сформировалась эмблиопия, то есть происходило правильное развитие остроты зрения, чтобы правильно формировался глаз и не было в дальнейшем ленивого глаза, ну, бутует это такое мнение, такое название. Ребёнок должен надевать очки в то время, как посчитает нужным офтальмолог. Не нужно этого бояться, потому что сейчас это, скажем так, основное средство коррекции, это коррекция очковая там есть. Ну, потом мы об этом поговорим. То есть вот вас в год посмотрели, сказали, что вам ничего не грозит, вы можете прийти в три года. Вы приходите в три года, у ребёнка есть определённый запас. То есть вот это такой самый активный рост глазного яблока. Уже в три года ребёнок более контактен. Нужно понимать всем родителям, что вы ведёте ребёнка в лечебное учреждение. Ребёнок, естественно, всегда дети в основном, крайне мало детей, которые не боятся врача. То есть вы должны изучить. Ребёнок должен понимать. Вы должны его настроить. Он идёт к врачу. Вы должны объяснить, что он будет проверять глаза, что он должен знать такие фигуры, которые есть на таблице. Ну какие? Вот элементарные. Там звёздочка, ёлочка, рыбка, цветочек. То есть чтобы врач смог каким-то образом этот контакт получить. Да, здесь же не просто осмотр, а здесь ещё коммуникация. Если ребёнок говорит, потому что в общей сложности вся проблема детской офтальмологии – это рефракционная. То есть ребёнок может быть гиперметроп, у него может быть плюс оставаться, он может быть миоп, ранее формирование миопии. И вот это, скорее всего, основная проблема, с которой работает детская офтальмология. Поэтому вот вы в три года пришли, вам сказали, ой, как чудесно, всё замечательно, у вас здоровый ребёнок. Да? Да. И вы готовите школу. Вот я жду, что сейчас начнётся школьный период, и, наверное, это самый такой... Вы должны понимать, что наши дети сейчас очень перегружены. То есть у них сложные школьные программы, они используют интерактивные доски, они очень много смотрят информации в интернете. Значит, большой дисплей, большой, всегда более комфортен, чем маленький дисплей. Вот когда даётся мобильный телефон в руки ребёнка, мама должна понимать, что гаджет маленький, детали в телефоне маленькие, ребёнок напрягается, у него неправильно работают мышцы. Ребёнок этот гаджет туда-сюда двигает с разных позиций, то есть нет стабильного, скажем так, как изображения, как на телевизоре, на большом экране. Поэтому как можно меньше даём ребёнку. Давайте лучше пусть он смотрит немножко больше телевизор, чем будет вас юзать телефон. Значит, вот вы идёте, готовите к школе. Вообще доказано, есть такие научные статьи, что доказано, что если вы 90 минут в день гуляете со своим ребёнком, то риск развития близорукости, ну если там у вас нету наследственности, там все, допустим, близорукие, он уменьшается. То есть вместо того, чтобы смотреть телевизор с ребёнком, вы должны встать и погулять с ним. То есть, Дмитриевна, я так понимаю, что это же не только свежий воздух влияет. Это да. Это влияет ещё то, куда мы смотрим, когда гуляем, да? Или отчасти гуляет всё. Когда мы гуляем, у нас работает всё. Мы более свободные, у нас глаз смотрит вдаль, да, у нас нет такого мышечного напряжения. Поэтому считается, что если вы 90 минут уделяете своему ребёнку с каким-то игром активным, или он... Это ещё и профилактика. Это и профилактика. То есть есть такие научные статьи. Это не выдумка офтальмологов. То есть это научно доказано. Это широко исследуется, потому что считается, что сейчас, в отличие от тех лет 20 лет назад, близорукость у детей развивается с 5 до 9 лет. Поэтому и развивается сама оптика для того, чтобы вот эти моменты стабилизировать. Но что должно быть интересно для родителей? И сейчас очень большой аспект не просто, скажем так, коррекции, да, близорукости, а есть такие линзы очковые, мультисекторальные, такие секторные линзы, когда фокус на сетчатке, он формируется немножко по-другому. Есть ночные линзы, которые доказаны, что они стабилизируют развитие близорукости. Ну, уже если вы не хотите что-то такое суперновое, ну, вы просто подберите ребёнку очки. Иногда родители спрашивают, а что на самом деле лучше, очки или линзы? Если уже у вас близорукий ребёнок, или он дальнозоркий, ему показано ношение очков там, да, или линз, очки должны быть всегда, потому что если у вас ребёнок приболел, да, он не может одевать линзы, он должен одеть очки, использовать очки. Потом дилемма у родителей, вот ребёнок не хочет носить очки, ему некомфортно. Ну, вы должны обсудить это с офтальмологом. Вы можете начать с не таких больших исчислений в диаптринном диапазоне, чтобы, ну, вот вообще, оптика корригируется сейчас на 100%, это уже вот особенности оптики. Вы должны обсудить с родителем, что, ну, давайте мы подберём те очки, которые ребёнок будет у вас носить вот на сегодняшнем этапе. Вы немножко привыкнете, и потом вы дальше будете очковое стекло усиливать. Ребёнок не хочет носить очки, но начните их носить дома, в конце концов, да? Просто в домашних условиях. В конечном итоге ребёнок поймёт, как правильно и хорошо видеть, и он будет эти средства коррекции использовать. Ну да, и сейчас как-то время меняется, сейчас же уже очки, как и модный аксессуар, и как-то уже по-другому. Я помню, что даже когда появились первые брекеты на зубах, да, как-то, ну, комплексовали. А сейчас это даже, кажется, модная тенденция, человек сходить за своими зубами и глазами. Дети, дети совершенно другие. И чем правильно и вовремя будете вы использовать очки, тем прогрессия близорукости будет, ну, более стабильна, потому что вот есть оптика, это очковая и контактная. Есть лечение медикаментозное, никто его не отменял в каком-то определённом диапазоне. И есть аппаратное лечение, это тоже никто не отменял, то есть это тоже всё есть, это надо применять. Вот давайте остановимся на том, как часто вы должны осматриваться. Вот, да, это тоже важный момент. Вот если вы хорошо видит ребёнок, и там нет никаких искушений, вы пошли в школу. Ну, я так думаю, что всё-таки с учётом того, что наши дети очень много работают на компьютере, и так, у них очень большое напряжение, они должны осматриваться раз в год. Ну, и потом уже доктор сориентирует вас. Если у вас есть прогрессия в близорукости или дальнозорке ребёнка, или косоглазие, вы должны осматриваться раз в полгода. Обязательно. И это зависит не от ребёнка, это зависит от родителей. То есть вот как вы будете себя вести, так и будет в дальнейшем прогноз по жизни ребёнка. Потому что зрение – это аспект профессии в дальнейшем. Поэтому мы всегда говорим родителям, что, ну, будьте так любезны, соблюдайте всё, что назначает врач-оптальмолог. Да, это наш вклад. Да, мы же хотим дать своим детям лучшее, там, образование, там, воспитание. Но вот этот вклад – это тоже наш вклад родительский, да? Вовремя отвезти к врачу и не просто отвезти, а вот такая, наверное, знаете, мне кажется, культура, да, наблюдение за собой, посещение врача, даже когда всё в порядке, ничего не бывает. Потому что всё-таки воспалительных заболеваний, да? Ну, ребёнок болеет, у неё такие же болезни, как у взрослых, но всё-таки вот воспалительных заболеваний, они всё быстро нивелируются у ребёнка. А вот рефракционные нарушения – это то, что есть. Считается, что каждый третий человек сейчас без за руки. И тенденция – это всё нарастает и нарастает. То есть если раньше это было там 7-5, всё это прогрессирует, всё это движется. Ирина Дмитриевна, большое спасибо. Мне кажется, очень важный аспект мы сегодня затронули. Помимо того, что мы говорили о здоровье и нездоровье детей, мы ещё затронули аспект вот этой коммуникации, да, именно включение родителей в этот процесс, их забота и, правда, вот такое, ну, научение ребёнка, да, вот к привыканию к тем же очкам, да, к тем же каким-то процедурам, к какой-то гигиене, да, о которой мы часто говорим, но которую, может быть, все знают, но мало кто делает. Ну, действительно, всё начинается с малых шагов, и если, ну, мы это будем делать вместе со своими детьми, я думаю, что это такой будет залог того, что зрение сохранится на долгие годы. На долгие годы, совершенно верно. Да, это очень важно. Спасибо вам большое. В студии у нас была Ирина Когут, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Ирина Когут. Ирина Когут.